привет всем снова на нашем канале подписывайтесь на наш канал сегодня поговорим о том как закупиться к новому году новый год без лишних трат давайте разберемся что и когда выгоднее покупать главному зимнему праздник чтобы новый год прошел на ура и при этом не пустошил ваш кошелек что уже сейчас ощущается потому что мы стали покупать заранее подарки нужно подготовиться к нему заранее мы расскажем какими товарами нужно запасаться уже сейчас какие лучше приобрести накануне праздник чтобы не накупить лишнего не совершить импульсных покупок потому что на кассах тоже очень много в супермаркетах гипермаркетах предлагается магазинах таких соблазнов прежде всего надо составить план распишите новогоднее меню подумайте что подарите близким и знакомым чему красите дом и как будете развлекать гостей например мы вот на вайлберис купили гирлянду 99 рублей там акция 100 рублей и сами ее сделали из бусинок и снежинки вырезали своими руками новогоднее меню можете посмотреть у девочек за 500 рублей 900 предлагают и 1000 как накрыть стол конечно да вы будете обходить несколько магазинов покупать очень дешево все там чеки тоже предлагают ну девочкам посмотреть вот все подешевле магнит окей все по распродаже лента у нас можно тоже приобрести что дешевле дикси ну так же исходя из магазинов которые в вашем районе так исходя из плана составьте список необходимых покупок то есть я составляю вообще а кого вы смотрели снимаю ролики я составляю всегда заранее то есть мы допустим закупаем всем народным или в окей четко распланируем допустим сколько с кредитной карточки возьмется денег да сколько на самом с кредитки покупаем конечно но как как и на сколько мы можем закупиться так со списком мы заранее то есть я примерно пишу цены с калькулятором сижу допустим и примерно сразу прочитываю сколько выйдет в конце сумма всего покупок и постепенно приобретайте то что нужно то есть вы можете заранее готовиться многие готовятся начинают уже еще в октябре ноябре так вы не только сэкономите но распределиться траты на два месяца я имею ввиду не продукты а подарки то есть конечно допустим шоколад он не ограниченный практически срок хранения имеет вы можете закупить шоколадки по акции да там допустим и украсить сами уже каким-то новогодними ленточками не обязательно конечно хочется там с николаусом санта клаусом дедушка морозом купить снеговичком ну вот но некоторые гипермаркетах также распродажи есть можно посмотреть заранее так вы не только сэкономите но распределите траты на два месяца а также можно всякий косметик парфюмерии тоже заранее покупать а это избавит от ощущения что вся зарплата ушла на новый год что уж говорить о матерях о матерях-отиночках у которых мизерное пособие хочет своему ребенку что-то такое крутое подарить ну ты не можешь да поэтому я говорю девочки смотрите вот он я детский мир тоже какой по социальным картам все надо как бы по скидкам я не хожу я импульсные покупки вообще не делаю то есть я сразу сразу все мои ролики посмотрите мы никогда себе не можем позволить импульсную покупку то есть спонтанную покупку зайти в супермаркет какой-то и что-то купить понятное дело что если ты идешь с ребенком и лучше не ходить с маленькими детьми по магазинам значит но если уже вы идете то идете целево то есть как бы со списком идете целево только всем прилавком минуя дорогие отделы дорогих игрушек там то есть дорогих всяких причин дал потому что на них у вас сразу уйдут все деньги и это уже будет испорчен праздник так продукты первое свежие мясо и рыба цены подскочат в начале середине декабря поэтому мясо рыбу лучше приобрести в конце ноября и заморозить до нового года ну вот смотрели тоже если мои ролики курицу допустим тоже на кусочки я все заморожу рыбу на кусочки все реже на кусочки все прекрасно можно заморозить за месяц продукты не потерять вкусовых качеств вот но если они конечно дольше хранятся продукты уже то уже такое запах специфический тухлючка появляется и можно диарею получить поэтому только в конце ноября и начале декабря можно покупать мясо рыбу и соответственно заморозить их консервы покупайте уже сейчас если отовариваете супермаркете обратите внимание на марки который выпускает сам магазин ну вот как бы можно заранее до консервы тоже рыбные допустим приобретать их салаты из них хорошо делать колбаса деликатес сыр копченую колбасу можно купить в начале декабря а вот вкусности вакуумной упаковке например красную рыбу берите не раньше чем за неделю до праздника и особенно смотрите сроки чтобы не отравиться у меня был случай мы купили красную рыбу открыли а там тухляк просто реальный тухляк но мы принесли конечно магазине не буду говорить какой магазин это был уже испорчено стране потому что мы взяли сразу две банки думаю как обычно у нас в конце это самое 31 числа кушаешь да там трубородики делаешь худо-бедно каждая семья даже бедная может себе позволить суррогатом этой красной икры эти бутерброды и на первое число тоже хотели сделать ну и вот там был тухляк даже собаки не стали дворовые есть и коты эту круто есть пришлось просто выкинуть эту ключок нам показали магазине конечно вот я не помню вернули нам деньги или нет там что какие-то жалкие потуги у нас были следите чтобы на ней был родной срок годности на рыбе на икре а не тот что магазин наклеил поверх вот не секрет что некоторые сроки затираются и сама часто работала в торговой сыр может перемываться то есть смотрите сами все сроки в магазине лучше брать то что в конце стоит так откроем секрет не то что впереди выставляют подходящий срок годности а подальше чуть-чуть алкоголь но я не употребляю алкоголь у меня семья такая что не пьют поэтому будем морские компотики пить на новый год ну вот безалкогольная шампанское детское то что у нас ребенок маленький чем раньше вы им запасетесь тем больше сэкономите брать лучше супермаркетах там реже встречается паленый да все чеки сохраняете вот и смотрите то есть тоже смотрите что вы берете в основном шампанское а ну как бы не теряет вкусовых таких качествами не отравитесь конфеты сладости выгоднее покупать во время распродаж но выбирайте развесной вариант в красочных коробках часто продают некачественный товар не некачественный товар я бы рассказала а вот как бы у дорожание за счет упаковки всегда идет но можете сами упаковку сделать очень масса там вот киндеры девочка делать своими руками и набиваются ластями потом мешочки сапожки рукавички к новому году но даже если вы одинокая мама у вас вообще нет вообще нету вот как бы возможности ничего купить сто сорок девять рублей сто пятьдесят рублей дедушка мороза конфетки в упаковочке можно вот он я магазин например детском мире такие продаются тоже штучки вот купили это купили игрушку допустим или сами там не знаю сшили как вот раньше я не знаю за границей европе они шутут эти сапожки сапожек сшили какое-то туда сластей накидали орехов мандаринов все ребенок рад главное внимание и свою любовь как бы то что вы вместе празднуете даже елочку вот мы из старых матрешек разрисовали и дедушки морозики с книговички вот украсим елку гирлянда у нас старая елка вот все мы зажжем на новый год нормально старые игрушки ретро советские игрушки можно украшать не обязательно тратить деньги если у вас их нет крупные подарки продумать что вы подарите родным и близким лучше за пару месяцев до праздника особенно там гели для души всякие шампуни они вообще не порция косметика все можно купить или начале декабря особенно если собираетесь заказывать подарок по интернету нужно все просчитывать заранее потому что тоже заказ задерживаются бывают курьеры и почта перед новым годом перегружены но это правда то есть тоже некоторых магазинах онлайн заказываю и вот и ждем очень долго ну ничего не спешим поэтому ничего я вот уже заранее как бы готовлю мешочки такие допустим можно там на вал бересе те же они давали раньше вот красочные мешочки сейчас они как пропали а вот можете вот в него просто складывайте допустим там какие-то подарки и там допустим потом обернуть можно какой-то упаковочной бумагой красивой ленточкой сверху и своими руками там можно даже открытки сделать подписать допустим там кати маши оле пети вани там ну в общем своими руками с фантазию нужно включать так символические презенты покупку косметических наборов брелоков виде символ наступающего года бычка например в этом году и прочих мелочи можно оставить до распродаж в диксе например вот сейчас вот 39 97 бучок с мелочью в общем очень красиво мы взяли красивые пакетики убрали все достойно выглядит ну как бы не отличишь за сколько он там куплен за 100 рублей за за дороже или за 49 фейерверки мы честно говоря потому что маленькие дети фейерверки не покупаем мы любуемся в общем то и тем что будут люди делать соседи надеемся вот у нас есть бенгальские огни и это будем делать только на улице потому что многие да у меня родственницы например они с детишками но нетишки старше уже зажигают дома но мы это делать не будем мы выйдем на улицу после боя курантов зажжем там немножечко и сугроб снег потушим и хлопушку также я дома не разрешаю вот это делать потому что серпантин хлопушки вот это вот все как бы небезопасно нас был случай когда гости приходили и шампанское я говорил уже не пьем так чисто символических видов для гостей только берем когда если будут кости пробка выскочила в люстру прямо и звякнула и чуть глаз не попал шампанского поэтому клопушки дома не делаем так фейерверки максимум экономии вы получите если купите фейерверки в специализированных интернет магазинах делать это нужно уже заранее в ноябре начале декабря новогодние украшения чем ближе к новому году тем они дороже поэтому покупайте елочные игрушки и украшения для дома сразу как только они появляются на прилавках ну или своими руками что-то мастерите и кстати что в следующем году не разорятся на новогодние украшения закупитесь им сразу после праздников на ими после праздников в первые дни января их продают за копейки первые дни января вообще тут открываются магазины очень большая пустота залах творится и все за копейки продают особенно после всех праздников даже после старого нового года иногда и лучшие игрушки можно по 5 рублей купить по 10 рублей мишуру вот эту всю я вот тоже покупаю заранее у меня даже вот с хрюшками шарики лежат по 5 рублей куплены с прошлого года и ничего так можно ими украшать и в любом году а если у вас совсем нет денежек то я говорю старые советские игрушки берете старую елочку купили мишуру за 29.90 обвили эту елочку может быть покажу маленькую у нас маленькая старенькая искусственно естественно ничего новогоднего натурального я не покупаю потому что это дорого некоторые покупают елки ну и хорошо кого-то бюджет позволяет вот и после этих базар в последние дни как бы еще хочу сказать про елку если вам так хочется запах хвой и убирать иголки вылесосить после этих елок а вот веточки взяли они вообще просто бесплатно потом валяются после того как елки все распродадутся и в 30 31 числа как бы на этих маленьких развальчиков базарчиках валяются эти ветки вы возьмите их поставьте стаканчик сверху можно вот мы шишки сделали в столе значит воду с солью кипятите туда все это окунаете и в ванной допустим оставляйте вот эта соль застывает как будто и не лежит снег вот ставите вазочку украшать каким-то украшением вот все это вместо елки можно сделать но я предпочитаю искусственно чтобы не убирать потому что уже вот эти вот иголки потом приходится сметать пылесосить и все можете даже если старая елка такая лысая не пушистая сальдеповская взять сверху купите зеленую мишуру за 29.90 за 49 рублей там они продаются разные тоже в адреса зон самую дешевую дешевую дешманскую как я говорю обвили вот эту елочку купили гирлянду можно даже если вообще нет игрушек обвили вот этой вот мишурой купили гирлянду вот эту светящуюся которая светится раз два три елочка зажгись чтобы ребенку было прикольно и сверху вот звезду допустим я после праздников покупала 5 рублей тоже в океи или поможем какой-нибудь фонарик сверху ну что нибудь своими руками даже шпиль какой-то этой елки сделать все это достаточно стол можно накрыть на 500 рублей на 900 рублей на 1000 подарки тоже можно если вы вдвоем с ребенком ложится в 500 в 1000 все они нужно особо про это деньги тратить главное запастись продуктами тоже заморозить курицу тоже мясо потому что после праздников когда магазин еще не сразу многие открываются в районе чтобы было что кушать на первое второе третье число в общем то все старайтесь экономить и не ходите в магазин голодными и без списка всех наступающим новым годом и рождеством подписывайтесь на наш канал